всем привет привет отличной среды сегодня с вами смотрим расклад про наше бессознательное это ключево благовония вот сюда в этот раз нашу панам пахло будем смотреть про ваше и мое в том числе бессознательное напоминаю что теперь под любым моим роликом есть дополнительно две ссылки одна ссылка на плейлисты в которых есть разные темы помимо раскладов да рекомендую зайти посмотреть особенно есть прямые эфиры которые я записываю вот если у вас нет возможности посмотреть во время их проведения можете посмотреть в записи прямые эфиры для тех кто не знаком я не делаю расклады таро на них а мы общаемся на разные житейские философские и эзотерические темы рекомендую просмотру также у меня есть насколько я помню плейлист беседка который называется да в ней я тоже выкладываю ответы на разные ответ вопросы которые мне поступают вот и недавно тоже записала расклад ответ на вопрос по поводу таро да кто еще не смотрел зайдите посмотрите также у меня есть под моим роликом под любым роликом новая ссылка помимо плейлистов это ссылка на раздел сообщества где я периодически либо посты пишу свои либо анонсы выставляю близ консультациях либо прямых эфирах которые провожу да то есть для тех кто ну не на тына с техникой иногда не знает как можно зайти где найти это сообщество да и что в нем вообще происходит там мое происходит мое общение с вами вот в принципе все сказала значит сегодня мы будем смотреть бессознательное да что она хочет до вас донести скорее не до вас а до вашего сознания дело в том что когда есть некая информация которая необходима к осознанию вот а мы ее не осознаем она снова не возвращается в наше бессознательное она как бы хранится где-то между нашим сознательным и нашим бессознательным в таком спящем состоянии до тех пор когда либо мы не подрастем либо не подойдет какой-то подходящий момент когда эта информация снова будет всплывать причем она всплывает неоднократно до тех пор пока она не будет осознанной что это может быть эта информация любая информация особенно если мы работаем непосредственно с собой да и есть какие-то уроки которые допустим нам надо осознать да вот мы их не видим мы их не замечаем эта информация находится спящем состоянии и она в некоторые в некотором роде это это наша энергия да и она вот где-то зависает хочу сказать между небом и землей да но это условно на самом деле это все происходит внутри нас вот и подходящий в подходящий момент она либо не в подходящий момент такой тоже может быть 1 может вылезти она может вылезти в виде какой-то идеи может быть вылезти в виде какой-то эмоции иногда такое бывает что вроде все нормально и вдруг у тебя прорывает на какие-то слезы да и ты не понимаешь а что происходит да то есть откуда это вот так возможно выражается та информация которая необходима к осознанию то есть мы осознаем не только наши идеи либо наши какие-то поступки мы в то же время еще и осознаем наши эмоции потому что это все взаимосвязано поэтому неважно с какого момента да с какой с какого звена да вы начинаете разматывать и понимать себя то есть вы можете зацепиться за какое-то слово это слово будет вызывать вас какие-то воспоминания воспоминания вызовут вас какие-то эмоции до реакция вот и вы возможно увидите какую-то картинку до в котором вы являлись главным героем вот и вот через этот весь процесс вы сможете его проанализировать пересмотреть вообще когда мы делаем пересмотр очень важно при пересмотре не не включаться эмоционально в ту картинку которую мы пересматриваем а желательно рассматривать какое-то воспоминание детально то есть в чем разница воспоминания от пересмотра воспоминания мы вспоминаем включаемся эмоционально можем заново проживать то есть если в какой-то момент нам было весело да мы вспомнили какой-то радостный момент мы его проживаем перепоживаем и заново радуемся в просмотре перепросмотре каких-то воспоминания своих в которых мы хотим разобраться и осознать их мы смотрим как будто бы на картинку в третьем лице да как наблюдатель и стараемся вспоминать детально то есть если допустим какая-то какое-то воспоминание между вами и вашим родителям элементарно не знаю может быть как-то вас осудил покрыть накричал сказал что-то неприятное ваша задача не вспоминать столько слова и эмоции которые вы проживали в тот момент а вспомнить именно место в котором это происходило возможно эта комната если это была например ваша комната да что вы видели вокруг не знаю кровать на кровати возможно была какая-то просто не подушка наволочка но если главный герой был во что-то одет во что он был именно одет вспоминаем детали когда мы вспоминаем детали это как раз таки показатель того что мы вспоминаем реальность не нашу иллюзию да то есть вот наша реакция виде каких-то мыслей либо эмоции это иллюзия потому что это субъективная наша реакция объективная реальность она существует независимо от нашей реакции поэтому говорится что нужно вспоминать в деталях да например во что был одет человек условно говоря это объективная реальность то есть на нем была одежда это реально там я не знаю какого-то цвета возможно пуговица была оторвана да либо если там я не знаю женщина была одета в халат да в то возможно были карманы у этого халата в карманах возможно что-то было вот то есть вспоминаем детали нам очень важно когда мы вспоминаем детали мы перефокусируем свое внимание от эмоций чтобы не включиться в эту картинку на действительную реальность в такие моменты для чего мы это делаем в такие моменты мы можем заметить то на что мы не обратили внимание в тот период когда мы проживали тот или иной урок ту или иную ситуацию и мы сможем как то как бы так сказать адекватно ну то есть по-настоящему до увидеть само происходящее не субъективное восприятие особенно если мы в этой картинке были намного молодее до либо об моложе либо детьми да то есть у нас с позиции ребенка до свое какое-то восприятие было допустим что меня там обижают до либо меня оскорбляют когда мы смотрим именно вот с позиции вот это вот нейтральный до рассматривания детали реальности мы сможем уловить не иллюзию а именно то что на самом деле происходило потому что наша задача не вспомнить а перри перепросмотр сделать того момента для того чтобы осознать очень интересная практика на самом деле в магии очень часто практикует нет ну либо люди которые занимаются самоосознанием понимания себя вы это можете начать даже не сам каких-то болезненных моментов а практику перес просмотра можете сделать в течение дня ну то есть день закончился сделайте перепросмотр самых ярких например момента в вашем дне ну я не знаю самая яркая может быть вы куда-то там торопились ну вот опаздывали и что-то произошло до либо вышли это не знаю на улицу встретились с каким-то человеком услышали негативную какую-то новость либо пошли в супермаркет и к по конфликтовали там с кассиром либо с продавцом вот это в течение дня да то есть это в течение этого дня то есть это свежие условно говоря воспоминания до того момента какой идете спать ваша задача вспомнить все детали возможно в такие моменты когда мы именно пересматриваем в деталях от не включаем свою эмоцию то есть мы не проживаем за на не надо проживать заново эту ситуацию а нам надо разобраться что же произошло в такие моменты мы можем увидеть например что если был какой-то конфликт да там не знаю супермаркете с продавцом вы сможете адекватно увидеть что возможно продавец поступил с вами не совсем справедливо в силу того что предшествовало в его жизни до этого момента не знаю что она опоздала на работу либо он опаздывал на работу да и вот на нервах либо какие-то переживания у человека и вы просто попались под руку то здесь ничего личного и тогда то есть вы сможете оценить эту ситуацию более субъективно и увидеть как работает вообще цепочка разворачивание ситуации да когда там я не знаю мы все настолько взаимосвязаны и хоть мы этого и не осознаем да что допустим один человек нам передает какую-то информацию да это у нас включает какие-то наши триггеры и мы начинаем реагировать аналогично в соответствии с нашей реакции у нас выстраивается сонастраивается наше настроение из этого настроения мы уже начинаем реагировать на других людей тем самым передавая свой настрой другим людям и происходит вот такая вот очень интересная связка и почему она важна для анализа вот именно для перепросмотра для того чтобы мы убедились насколько мы все время спим да то есть насколько наши реакции они именно не осознанные то есть мы их не осознаем и когда мы их не осознаем мы не управляем мы не управляем собой и по сути если мы не управляем своей реакцией до а у нас она происходит на автомате на понимаете нам кажется что это Мы что-то делаем, мы говорим. На самом деле это, как так сказать, сценарий, который мы проживаем на автомате реакции. Он проживается, осуществляется, так скажем, через нас. И наша задача, коль мы говорим на этом канале про осознанность и самопознание, прийти как раз-таки к такому уровню, когда мы четко видим, что я выбираю. Это мой выбор, для того, чтобы понять, что я что-то выбираю, для этого это активное. У нас всегда есть пассивная позиция и активная. Когда с нами что-то случается, это пассивная ситуация. Мы проживаем сценарий, который нам прописан по жизни. Если мы хотим расти, нам нужно быть активным. Для этого нам надо осознавать, что мы совершаем выбор тот или иной. Что это я выбрала эту реакцию, так реагировать. Это я выбираю говорить это. Осознание того, что вы выбираете, происходит только в позиции проснувшегося человека. Я не говорю о том, чтобы мы весь день были пробужденными, осознанными. Но хотя бы в тот момент, когда мы взаимодействуем с людьми, чтобы мы были осознанными. На самом деле осознанность у нас присутствует тогда, когда мы находимся наедине с собой. Когда мы ни с кем не коммуницируем, не взаимодействуем. Мы находимся внутри себя. Наше внимание внутри себя. И нам проще быть пробужденным. То есть мы понимаем вот такие мысли, о чем-то размышляем, ведем какой-то анализ. Либо о чем-то планируем, о чем-то думаем. Когда мы наедине с собой, в большинстве случаев мы осознанные. За исключением, если спим, и в нашей голове происходит некий такой хаос мыслей. И нам кажется, что это мы мысли. На самом деле мы мысли притягиваем. Но сейчас не об этом. А вот когда мы начинаем взаимодействовать с другими людьми, наше внимание переключается на внешний мир. И вот в этот момент переключения мы засыпаем. Потому что мы начинаем проигрывать тот сценарий, который нам прописан. Наша задача, именно в момент взаимодействия с другим человеком, войти в состояние пробужденности. То есть ощутить этот момент, что я не сплю. Это я выбираю. То есть понимать, что мы говорим. Осознавать, что сейчас с нами происходит. Почему я это говорю. То есть я не говорю о том, что надо задавать в момент беседы с человеком все эти вопросы. А просто быть включенным именно в момент, но осознанно. То есть я внимательно слушаю. То есть отдавать себе отчет, что с вами происходит. Вот эта вот отчетность своего поведения. Это и есть осознанность человека. То есть я отдаю отчет того, что со мной происходит. Потому что я понимаю, что я сейчас нахожусь здесь. Не просто понимаю, а я отдаю себе отчет своих действий. Что я говорю другому человеку. Что я слышу. А я отдаю отчет, что в некоторой степени я могу не услышать то, что человек хочет мне донести. Либо услышать по-своему. То есть я отдаю этот отчет. Исходя из этого, мои действия, они корректируются. Это и есть выбор. Что значит корректируется? Когда мне человек что-то говорит, я уточняю. Правильно ли я поняла. И дальше вы можете сказать, что вы поняли из той беседы, которая есть. Потому что иногда мы, иногда, чаще всего мы понимаем так, как мы устроены внутри. И это чаще всего иллюзия. То есть человек, возможно, нам хочет донести что-то другое. Поэтому отчетность своим действиям, это и есть осознанность. Чем больше у нас осознанности, тем больше вот эта вот грань между бессознательным и сознательным, она будет тоньше. Но возвращаясь все же к нашему раскладу, сегодня как-то так просто пошло, и мне захотелось вам сказать. На самом деле, знаете, очень часто перед раскладами, в контексте тематики, мне хочется поделиться с вами знаниями. И все зависит от того, в каком настроении я нахожусь. Иногда у меня появляются, как у нормального человека, сомнения, да, в плане того, что кто это слушает. Обычно люди сразу перематывают на свою позицию, не слушают. Но в комментариях я потом читаю о том, что есть люди, которые действительно слушают вступление, да, и что-то для себя понимают. Может быть, какое-то напоминание. Кстати, напоминания, они тоже очень важны. Одно дело знать, а другое дело напоминать. Потому что мы все спим. И вот эти вот напоминания, они как некие такие толчки к пробуждению. Проснись. А, я это знаю. Значит, надо снова вернуться, снова попробовать сделать то, что я уже знаю. Они тоже полезны. Ну, давайте перейдем к теме. Итак, позиции, надеюсь, вы выбрали, определились. Позиция номер один, голубенькие камеши. Я, кстати, тоже загадываю иногда позицию для себя. Почему? Потому что самостоятельно себе делать расклады я не могу, да. Потому что я нахожусь в той или иной состоянии, и увидеть карты для себя я не могу. Ну, потому что я становлюсь субъективной, а не объективной. Поэтому для меня это тоже повод посмотреть на себя со стороны. Что хочет сказать ваше бессознательное, да, что хочет донести до вашего сознания, то есть что оно хочет, чтобы вы осознали. Семерка мечей, очень интересный аркан, хочет показать нам, где, в каком моменте мы занимаемся самообманом. То есть где, в каком моменте нам выгодно что-то делать, либо что-то не делать. С чем связан этот самообман? С тройкой мечей. И тройкой жезлов. Смотрите, о чем здесь идет речь. Улыбаюсь, потому что дело не дано ролик, как раз-таки ответ на вопрос, как я считываю карты. То есть я увидела карты, я увидела ключевые слова, да, ключевые моменты, которые мне нужно рассмотреть. У меня сразу сложилась полная картинка, от чего здесь идет речь. Картинка говорит о том, что... Пока говорила, болтушка, суть упустила. Речь идет о ваших каких-то страданиях, переживаниях, волнениях, которые, по сути, знаете, здесь речь идет о том, что вы фокусируетесь на каких-то негативных переживаниях в своей жизни, и вам выгодно находиться в этом состоянии, потому что вы не хотите как-то дальше идти в развитие. Это если сказать одним предложением. Но если уточнить, то вот о чем здесь конкретно говорится тройка мечей... Тройка мечей здесь говорит о том, что вы на самом деле закрываетесь от своей удачи и от своего счастья. То есть по каким-то причинам, да, хотя я сейчас могу посмотреть это, и мы посмотрим, вы не идете в развитие, вы не идете как-то вот в удачу, в какой-то позитивный образ жизни, да, вот. То, о чем обычно люди мечтают, да, как-то стремятся, вы от этого закрываетесь. То есть вы не идете дальше в какие-то перспективы своей жизни, вам как будто бы, знаете, как-то... Есть такое ощущение, что вам комфортно иногда находиться на низких вибрациях, потому что высокие вибрации, они предполагают действие. То есть здесь причина вот этой хитрости и самобмана заключается в том, что вы не хотите действовать, да, то есть если в голове что-то можно сделать, вы с огромным удовольствием сделаете. А вот именно в реальной жизни, на физическом плане вам не хочется. Вам не хочется куда-то пойти, что-то новое сделать, что-то новое узнать, попробовать. Не знаю, это лень, не лень, но здесь такое ощущение, что вот вам проще, даже не проще, а скажу так, привычнее. Привычнее смотреть на жизнь через призму каких-то низких вибраций по тройке мечей. То ли это в силу вашего характера, то ли, скорее всего, это просто привычный образ жизни. Вы не задумываетесь о том, что на самом деле здесь как будто бы, знаете, нет никаких причин и препятствий для того, чтобы вы жили в удовольствии, счастливо, богато, успешно, да, куда-то, возможно, ездили, отдыхали, развивались. В профессиональной сфере, возможно, у вас был приток клиентов, всевозможные договора, взаимодействие с другими людьми. Но вы от этого всего закрываетесь. Почему? Потому что вы просто не хотите действовать. А вот почему? Почему? Семерка кубков, аркан шута и аркан смерти. Потому что вы не хотите сделать выбор именно в эту сторону. Здесь, понимаете, здесь такое ощущение, что хитвинка в том, что вы это прекрасно знаете, вы это прекрасно понимаете. Знаете, здесь такое ощущение человека-мага, да, аркан-мага. Вот все, что я захочу, я могу это получить. Вот вам действительно, когда что-то нужно в жизни, да, вы можете поставить цель, вы можете ее получить. И вы это знаете, причем неважно какая цель. Если она будет, конечно же, достаточно амбициозная и глобальная, то вам нужно будет прикладывать много усилий, да, то есть по времени это может быть продлиться. Но, в принципе, нет невозможных целей для вас и недостижимых. И вот именно вот это вот действие, когда вам нужно выбрать, вы понимаете, что за любым выбором есть некая ответственность. Вот вам вот эта вот ответственность, она не очень-то и нужна. И вы как будто бы соглашаетесь на какой-то минимум в своей жизни, который, да, он может быть вам комфортен, приятен, но все равно это некий такой дефицит, это некое такое ограничение. Причем, если мы говорим, например, о каких-то знаниях, то вам это нравится, да, то есть вот еще расскажу. Здесь фишка в том, что в голове вы можете как-то что-то новое узнавать, расширять, познавать. Главное, чтобы это не было на действиях, да, главное, чтобы вам не нужно было совершать какие-то действия. Вот почему у вас здесь проблема в действиях? Вы не хотите отказываться по аркану смерти, оставлять вот эту вот вашу привычную жизнь, да, удобную вам позади. Ответственность здесь как раз-таки вот в контексте того, что я говорила в самом начале, да, можете прослушать подводки по поводу осознанности. То есть когда вы выходите, то есть вы здесь готовы выйти на уровень осознанной жизни, да, человека, который создает свою жизнь, человек, который выбирает свой путь, а не с ним что-то случается. И вот вам вот этого не очень-то и хочется. Почему? Потому что вы как будто бы понимаете, что ваша прежняя жизнь, она разрушится. И здесь еще раз скажу, здесь нет каких-то преград даже в этом разрушении, сказать, что вот вы как-то держитесь за прошлую, что ли, вот эту вот свою автоматическую жизнь. Здесь дело в том, что у вас просто нету, как бы сказать, важности, да, некой такой мотивации жить осознанно. То есть у вас нету понимания, а зачем? Это как, знаете, человеку, который дается шанс, там, я не знаю, стать миллионером и спрашивают, вот ты хочешь или нет? Вот и тебе надо просто взять за этот шанс. И вот вы сидите и думаете, ну да, вроде бы хорошо, да, были деньги, счастье, удача, я могу поехать, куда хочу жить так, как я хочу. Ну как-то скучно, да, то есть, ну я не понимаю, зачем мне такая жизнь, да, меня в принципе и так все устраивает, да, где-то не хватает денег, да, где-то сложно, допустим, с питанием, там еще что-то, в чем-то я себя ущемляю. Ну в принципе это тоже хорошо, а там вот это вот как будто бы, это другая жизнь, это какая-то другая ответственность, а надо оно мне. То есть здесь нету именно ценности того, что вам дают, вот насколько бы это не звучало банально. И здесь ваше бессознательное как раз-таки вам хочет сказать о том, что вот если ты внутри себя желаешь счастливой и успешной жизни, и все, что в нее включается с твоей точки зрения, да, ты это можешь получить. То есть для тебя, для тебя я имею в виду бессознательное говорит сознательному. Для тебя нету ограничений, единственное ограничение это твое собственное желание. Но вот аркан мира и аркан смерти, да, по краям вот здесь у меня стоят эти великие арканы, они говорят о том, что вот вы не хотите идти в новое. Вот не знаю, вам как-то не заходит это, как бы вам это сказать, вам это не очень-то и надо. Вот я стараюсь докопаться, почему? Вроде бы вам нравится что-то новое изучать, как-то пробовать. Ну, потому что какие-то новые начинания для вас, да, построения, они идут через тройку мечей, через какую-то боль, сожаление, огорчение, какие-то неприятные моменты. Вот здесь вот, скорее всего, у вас есть убеждение, что когда что-то новое приходит, оно неприятное. Ну, то есть это может выглядеть так, что любые новые знания, да, пока они не станут опытом, они вызывают дискомфорт. Они какие-то трудные, это вот надо заново как-то волноваться, переживать, тревожиться. Здесь вы не идете в новое из-за своего эмоционального переживания. И здесь есть вот это вот убеждение, которое связано как раз-таки с эмоциями. Вам нужно с этим немножко поработать, ну, то есть поразмышлять. Откуда у вас пошло? Здесь такое ощущение, что когда что-то новое, оно идет через какой-то негатив. Негатив. Причем негатив не в плане действий, поступков, каких-то мыслей, а в плане именно эмоционального состояния. То есть, возможно, когда что-то новое приходит, вам приходится расставаться с чем-то прежним, к чему вы так привязаны, и что имеет для вас ценность, и это вас может ранить. Ну, например, новое знакомство, да, с человеком, вы можете отказаться от него. Почему? Потому что вы как будто бы можете утратить свою устаканившуюся холостяцкую, допустим, жизнь, к которой вы привыкли. И вот эти вот новые переживания, вот эти вот бабочки, да, в животе, влюбленность, да, это все хорошо, но это слишком энергозатратно для вас. Здесь ощущение того, что вот на все вот эти вот эмоции, не обязательно в негативные, ну и позитивные тоже, может быть, они настолько яркие, что вы тратите на это очень много энергии, и вы этого избегаете. Именно какой-то эмоциональной составляющей, которая и ту скупка вытащила, и ту скупка, вот как раз и про это нам и говорит, да, то есть вкладываться во что-либо новое без эмоций, да, если бы это было без каких-либо переживаний, волнений, стрессовых состояний, для вас это было бы нормально, да, то есть какой-то естественный процесс. Но здесь такое ощущение, что любая новизна, она у вас сопровождается эмоциональным дискомфортом, и это является настолько сильным триггером для вас, что вы не идете в новое. Поэтому тот пример, который я говорила в самом начале о богатстве, то есть да, богатство это хорошо, и кто-то, допустим, видит в этом, там, не знаю, в миллионах, еще раз скажу, что это новые возможности, вы видите в этом, ну, условно говоря, некий такой геморрой, что где я буду хранить эти деньги, как их тратить, и там, я не знаю, я смогу на эти деньги купить большой дом, потом как я его буду обслуживать, либо я, ну, не знаю, могу позволить себе купить новую машину, да, какую-нибудь дорогую, а потом вы начинаете думать, а за ней надо ухаживать где, и я буду ее держать на станке. То есть какие-то такие мысли, которые вызывают у вас тревожность, вы вот эту вот тревожность и беспокойство боитесь. И что вам нужно осознать в этом? Вот здесь сразу могу сказать, что вот вам нужно пересмотреть ваши отношения, вот это вот эмоциональное к новизне, и вспомнить, когда у вас был, запустился вот этот триггер, чего это все началось, почему вы решили, что любые перемены, они обязательно вызывают какие-то эмоции. Если это так, то есть вы покопаетесь и разберетесь, если это действительно так, то можно это переписать, то есть вы можете идти в новое, не включаясь эмоциональное, то есть без каких-либо переживаний, с холодным рассудком, то есть вот именно пересмотреть отношения к новому, потому что здесь есть привязка новая равно эмоции. Что вам нужно осознать? Аркан Шута, здесь вам нужно десятка кубков, что вот как раз-таки в десятку кубков, в счастье, успех, достижение каких-то целей, вы можете идти по-другому, другим путем, не опираясь на прошлый ваш какой-то опыт. Вы можете создать новый абсолютный опыт. То есть, представляете, и вам предлагается счастье, а вы от него отказываетесь только потому, что она там полнена эмоциями. Но это замечательно, потому что счастье – это и есть состояние, не эмоции, а более глубокое такое состояние, и оно не обязательно будет приносить вам дискомфорт. То есть вот как иногда наше мышление устроено, какие-то установки, которые не дают нам, по сути, то, чего мы хотим. Поэтому они и называются ограничивающими. Вам нужно пересмотреть просто свой прошлый опыт в какой-то момент, возможно, сказать себе, что окей, это было тогда, сейчас я уже стал другим человеком, и я могу изменить свое отношение в этом вопросе и выбрать для себя новое, более комфортное отношение. Это и есть уровень осознанности, о котором я говорила. Мы выбираем новую реакцию, новое отношение к ситуации. Это была у нас с вами первая позиция. Пишите свои комментарии, мне будет интересно почитать их. А мы с вами переходим к позиции номер два и к красненькому камешку. Так, двоечки, смотрим вас. Что хочет сказать ваше бессознательное, что хочет донести до вашего сознания. Рецепт педакли. Рецепт жезлов. Кацуда. Здесь как будто бы речь идет о каком-то завершении. Очень медленно вы идете к завершению чего-то. Здесь речь идет о том, что как будто бы надо быстрее. Надо ускорить этот процесс. Не знаю, процесс очищения, процесс сжигания чего-то. и более скоростного движения вперед. Что здесь хотят завершить? Здесь как будто бы хотят, чтобы вы быстрее начали развиваться. Слишком, слишком медленно. Здесь какие-то знания вам даются. И вы колесо фортуны. Здесь речь идет о вашем характере. Вам как будто бы бессознательное хочет показать, где, в каких моментах вы, я не знаю, придаете, возможно, большую значимость чему-то. То есть здесь аркан эгоизма, он проигрывается в характере, как отклонение от равновесия, от баланса. И вам говорят о том, что вот эти вот процессы отклонения от баланса, они должны происходить намного легче. То есть вы процесс самопознания должны немножечко ускорить. То есть в каких-то моментах вы, хочется сказать, не догоняете, как-то медленно идете в развитие. Вам надо развитие в контексте того, что слишком придаете большую значимость тому, что с вами иногда происходит в каких-то ситуациях. Вам надо проще реагировать вообще к себе, к своей личности, понять, понять, что то, что вы есть, и то, что вы транслируете, это не одно и то же. То есть, как бы это сказать, вот ваши какие-то роли, маски, которые вы одеваете, это не есть вы. И поэтому, когда что-то происходит в вашей жизни, об этом отклонении от баланса идет речь, допустим, вам кто-то что-то сказал, и как-то вас зацепил, и ранил вам, вы должны понять, что не вас лично. То есть, если вас что-то цепляет, то это цепляет ваше эго. То есть, то, что вы придумали о себе, как о характере, ну, допустим, там, я не знаю, я ранимая, я чувствительная, я там спокойная, я, не знаю, эрудированная, начитанная. Вот все вот эти вот описания себя, которые у вас есть, это на самом деле проявление как раз-таки вашего вот этого вот эго, вашего характера. и когда вы познаете себя именно, то при взаимодействии с другими людьми, то как раз-таки вот то, что вы думаете о себе, например, что я там чувствительная, ранимая, может произойти такое, что вызовет, как-то вас обидит. И вы себе говорите, я чувствительная, поэтому, не знаю, мне что-то сказали, и ранили меня, и меня задели. И вот как раз-таки вот этот вот момент меня ранили, меня задели, вам хотят показать, что это не вас лично. Ну, то есть, как бы так сказать, когда я говорю лично, это не задевает вас, вашу душу, если так можно сказать, чтобы вам понятно было, а это задевает ваше эго. И вот здесь вот этот вот момент очищения, чтобы вы понимали, где есть вы, то есть где есть ваша суть, что есть, условно говоря, реальность, а что есть иллюзия. Вот это вот ваше представление о себе, это иллюзия. И вам как раз-таки даются вот эти вот знания, чтобы вы легче относились к своей вот этой вот иллюзорной стороне, то есть не принимали на личный счет, то есть не вас кто-то оскорбляет, а вам наоборот через уроки подсвечивают, что смотри, ты отклонился, от баланса, ты стал чрезмерно. Мы всегда говорим чрезмерно, то есть больше меры, больше меры, это когда вы слишком значимое для вас появляется, когда что-то для вас очень важное, очень ценное, очень значимое, вы туда как-то вот оберегаете это, прикладываете туда очень много энергии и тем самым свое внимание, и тем самым отклоняетесь от баланса внимания, что вот на все нужно распределять одинаковое количество энергии, а вы вот в этом месте, что для вас ценно, важно, вы туда вкладываете очень много энергии и тем самым создаете вот эту вот противовесную силу, которая придет и будет вам выравнивать, то есть если для вас что-то очень важно, значимо, всегда придет какой-то человек вам показать, что вы отклонились и будет вам указывать на это, вы это будете воспринимать, как я не знаю, меня ранили, меня обидели, но это создается с целью того, чтобы выровнять вот эти вот две силы, то есть здесь вы слишком чувствительные, а здесь вы жесткие, вообще черствые, да, это две крайности, когда вы уходите, отклоняетесь в одну крайность через чрезмерную важность, не просто, да, это хорошо, то есть такое, знаете, легкое, достаточное отношение здесь по тройке кубков, ну, есть и есть, нет и нет, тоже и хорошо, да, как-то вот спокойно, уравновешенно, сбалансировано реагировать, а когда вы реагируете чрезмерно в одну или в другую сторону, всегда появляются уравновешивающие силы, да, которые должны исправить этот дисбаланс, ну, то есть выровнять его, вот здесь вот этот вот процесс именно познания себя, ваше бессознательное, говорит о том, что это идет очень медленно, то есть до вас очень медленно доходит, что где-то, возможно, вы отклоняетесь, да, от баланса, и происходят такие моменты, когда, не знаю, опять вас как будто бы ранят, да, вот здесь вот по аркану эгоизма, но не для того, чтобы вам, вот вашей душе, условно говоря, протянить боль, а для того, чтобы вы осознали, что это есть иллюзия, и намного проще стали относиться к жизни, тогда уровень вашей восприимчивости, он изменится, то есть вы, как бы так сказать, когда вы осознаете вот эти вот, вот эту вот дуальность, да, сил, которые вы создаете, тогда вы будете проще относиться к жизни, в каком контексте, что, окей, меня никто не хочет обидеть, да, я живу в безопасном мире, меня никто не хочет обидеть, мне никто не хочет навредить, что если кто-то что-то говорит, это, условно говоря, это некий такой урок, чтобы, как бы так сказать, который хочет показать нам, что где-то вы заигрались, слишком серьезно, восприняв себя, ну, то, что вы считаете собой, это вот, вот это вот ваше эго, да, это ваш характер, ну, то есть это не, это, это некая такая оболочка, как бы вам так сказать, да, то есть есть суть наша, а есть наша оболочка, вот эта вот оболочка, она необходима нам в физическом мире, и когда мы заигрываемся в игру, вот, слишком важность придаем, вот этой вот оболочке, да, всегда происходит что-то, чтобы нам это подсветило, что слишком заигрались в игру, ну, допустим, как бы так пример показать вам, чтобы было понятно, есть, например, богатый человек, да, и он ведет себя нормально, естественно, да, он знает, что он может себе многое позволить, и он себя воспринимает достаточно так адекватно, да, может пойти в ресторан, вежливо, культурно заказать воспитанную, да, себе еду, ну, и позволить, допустим, да, не знаю, какое-нибудь дорогое шампанское, очень редкое, которое там, я не знаю, будет стоить миллион, условно говоря, для него это нормально, и он реагирует на это, как, знаете, как что-то такое естественное, для него это не придает какой-то важности, А есть, например, человек, который новоиспеченный, он жил в бедности, вдруг он выиграл какое-то наследство, и он богатый, у него есть вот это желание покасать, вот смотри, какая у меня вот эти понты, смотри, какой я себе тачку купил, какой я себе дом купил, то есть вот эта вот показушность, вот эта вот показушность, это и есть, что человек заигрался в богатого, в роль богатого человека. То есть если первый пример был, условно говоря, истина в кавычках, истина богатого, настоящего богатого, который не придает этому значения, то есть можно представить как роль некого такого профессионала на сцене, человек, который мастерски играет, ему все верят, и при этом он как будто бы особо каких-то усилий не прикладывает. Вот ключевое слово естественно, да, вот в его жизни естественно, он играет и естественно, и вот всем это нравится, и все как-то вот проникаются, и они ему верят, вот этой игре, да, и все кажется очень, спектакль проходит очень, так я не знаю, на ура. А есть, допустим, новичок, да, который понимает, что у него еще нет опыта, и он старается прикладывать все усилия, и где-то переигрывает, и ты понимаешь, что неестественно, что вот он выжимает, например, в какой-нибудь драме, да, из себя вот эти слезы, и ему не идут, и этот фальшь видно. И здесь мы понимаем, что человек играет, то есть если в первом примере мы говорим, у кого-то его проживает, да, для него естественно, то в втором примере он играет наиграно. Вот здесь суть того, что я хочу вам донести, вам говорят о том, что вы очень медленно осознаете то, что уроки, которые происходят в вашей жизни, они направлены на то, чтобы вы изменили отношение к жизни, да, колесо фортуны и тройка кубков и аркан эгоизма. Они показывают то, что вам нужно осознать, да, этого у нас выходит верховная жрица, чтобы вы вот свои наблюдения по верховной жрице вели за собой, да, для того, чтобы росли по восьмерке жезлов над самим собой и понимали себя. Вы должны это делать как-то естественно, опять же, если я скажу осознанно, не совсем это будет понятно, не заигрываться, да, то есть делайте это все красиво, эстетично, то есть где-то не преувеличивайте, относитесь к себе, как я не знаю, к человеку, который играет вот именно какую-то роль под названием жизнь, да, и вы понимаете, что здесь где-то я переигрываю, то есть я слишком поверила вот в какую-то там драму, в которой я проживаю, ну, блин, либо там кто-то вам что-то сказал, и вы вот прям в сердцах и в горячах очень сильно реагируете. Вот это переигрывание, и для того, чтобы вам это показать, придут противоположные силы для того, чтобы вот это переигрывание выровнять. И вам нужно понять, что если я изменю отношения, если я не буду переигрывать, а буду к себе относиться проще, как, я не знаю, окей, я актер, мне надо это сыграть, да, я поняла, ну, сыграю. Легко, да, как человек, который легко принимает, легко отпускает, тогда ваш уровень осознанности, он изменится. И вот здесь вот аркан суда, он как раз-таки говорит о том, что вот эта вот ваша медлительность в осознании самого себя, она должна завершиться, и рыцарь Жезлов, с одной стороны, говорит о том, что вы быстрее должны пойти, а с другой стороны, он вам как будто бы показывает, что у вас как-то импульсивно это происходит, да, то есть вы либо осознаете, осознаете, потом, гоп, опять все снули. Как этот ленивец, да, вроде бы передвигался, передвигался, потом, гоп, опять замер, потом, гоп, опять проснулся, дальше пошел, опять уснул. Вот здесь что-то такое, здесь что-то такое мне передают. На самом деле, хочется сказать, это такие достаточно сложные знания, вот, но надеюсь, вы поняли смысл того, что я хочу вам донести как общую такую картинку. Так, это была вторая позиция, мы с вами переходим к позиции номер три, зелененькому камешку троечки. Смотрим вас, да, что хочет ваше пессознательное донести до вашего сознания, дьявол, дьявол, о чем нам здесь говорит дьявол. Четверка жезлов, да. Ты пойди и разбери, что она здесь хочет сказать, ваше бессознательное. Не понимаю. Сейчас, секунду. Дьявол здесь хочет сказать, четверка жезлов и пашкубков, о том, что вы, по идее, хотите жить, знаете, такое, позитивно, как будто бы настроенную жизнь, но чтобы она была стабильная. Четверка жезлов, она всегда говорит о празднике, она всегда говорит о позитиве, отдыхе, о стабильности, так как это четверка. Но причем эта стабильность, она должна быть как будто бы временная, как переход в своем дальнейшем развитии. То есть временно мы расслабляемся, временно мы, не знаю, какое-то вот общение с друзьями, куда-то уходим в гости, для того, чтобы наполниться энергетически. Для чего? Для того, чтобы по пашкубков получить какие-то новые идеи, вдохновение на реализацию чего-то. И вот здесь дьявол говорит о том, что для того, чтобы жить именно так, а вы так именно хотите, здесь есть загвоздка, связанная с пожелом мечей и восьмеркой мечей. То есть в вашем сознании есть некое такое ограничение, которое вам не дает жить именно так. То есть сам по себе дьявол, он говорит, это орган действительно осознанности, который говорит о том, что, ну то есть его задача, если мы смотрим с философской точки зрения, да, он наполовину человек, наполовину животное. Это умение управлять своими животными инстинктами, возвышаться над животной природой не в контексте гордыни, а в контексте обуздания вот этих вот своих инстинктов. И в этом заключается задача дьявола перерасти, осознать, да, направить свою жизненную вот эту физическую природную энергию на нечто более высокое, да. То есть здесь как будто бы замысел бессознательного, он такой достаточно, как бы так сказать, высокоблагородный, я так могу сказать, да, высоковибрационный какой-то. Вот именно в плане осознанности, потому что человек это не имя нарицательное, а именно, как бы так сказать, некий такой чин в контексте развития и эволюции человека. То есть это тот, который умеет управлять собой, да, умеет, понимает и осознает то, что с ним происходит. И у него присутствует вот эта вот осознанность, о которой я говорила в начале расклада во вступлении, когда человек выбирает и является хозяином своей жизни, и он выбирает свою жизнь, да. То есть он не является марионеткой проигрывания сценария, который ему прописан, а он выбирает. Для этого мы как раз-таки должны стать человеками. Человек в данном контексте идет как некий такой чин, то есть уровень развития. Но здесь у вас бессознательное говорит о том, что да, есть и жизненные энергии, есть и возможность, но с другой стороны присутствует некая такая иллюзия и обман. Дьявол всегда говорит про обман, причем обман такой достаточно масштабный. Это не как-то точечно, да, маленькие какие-то хитрости. И вот здесь вот обман, он заключается в вашем сознании в контексте того, что я не могу, у меня нет возможности для того, чтобы жить именно так по четверке жезлов, как я хочу. То есть жить припеваючи, в позитиве и достаточно в стабильности, да, и при этом познавать эту жизнь через именно любовь. Паш Кубков говорит о познании мира через любовь. Но Паш Мечей говорит, что мы познаем именно через информацию, которую мы получаем. И вот здесь вот иллюзия вашего, то, что говорит бессознательное, вы это не можете осознать, что ограничения на самом деле, они вот в данном контексте иллюзорные. Что здесь за ограничение, то есть я не вижу, да, у меня нет возможности увидеть по восьмерке Мечей, куда мне дальше двигаться. И мне кажется, что я нахожусь в тупике, мне кажется, что нету какой-то перспективы и либо у меня нету ресурсов, либо я не знаю, как достичь то, что я хочу. Я как будто бы упираюсь головой в потолок. Причем иногда, знаете, такие выражения, они несут глубокий смысл сами в себе. Вот это вот выражение «я упираюсь головой в потолок» — это как раз-таки и показатель, что вот этот потолок — это есть некое такое ограничение. И слово «головой», то есть это ограничение есть в нашей голове, некого такого уровня, да, то есть мы сами себя в чем-то ограничили. И в чем здесь идет ограничение? Ограничение идет в том, что вы очень долго идете к своим каким-то целям. Вот то, что вот вы, например, хотите, то есть рыцарь Мечей, семерка Пендакли и двойка Жезлов. Говорит о том, что вы медленно, да, то есть вам кажется, что все настолько медленно развивается, что в конечном итоге я сталкиваюсь с тем, что я начинаю сомневаться в своем выборе по двойке Жезлов. Что, а нужны ли мне вообще эти перспективы? А мои ли они? То есть вы как будто бы, условно говоря, ставите себе какую-то цель, да, что я хочу достичь. Но на пути достижения этой цели сталкиваетесь с множеством препятствий, и они настолько вас, хочется сказать, достают, что потом я уже не понимаю, а моя ли это цель, а правильно я выбрала, может быть, я стучусь в закрытые какие-то двери, потому что, ну, они не мои, да, может быть, мне надо изменить цель. То есть вы начинаете сомневаться в правильности выбранного вами пути. Причина здесь во времени, а время, почему у вас так медленно все развивается, потому что на самом деле, с одной стороны, два великих аркановы плода, с одной стороны, изобилие, а с другой стороны, повешенный. С одной стороны, вы хотите, у вас достаточно высокие амбиции, и то, что вы хотите получить, для этого действительно нужно больше времени, да, то есть это не то, что я хочу себе купить какую-то одежду, мне для этого надо там условно некую величину, да, финансовую, чтобы получить. А другое дело, когда я хочу себе купить, например, дом, да, мы понимаем, что это больше денег, больше затрат, больше времени. И здесь не говорится о том, что вы отказывались от своих амбиций, а подсказка в аркане повешенного, что вы зависаете в том, что смотрите на вещи не так. Вы чувствуете себя жертвой каких-то обстоятельств, что у вас не получается, а на самом деле надо по-другому смотреть, по другим углом на достижение вашей цели, либо почему у вас что-то не получается. То есть здесь как будто бы нужно осознать, сейчас я посмотрю, что нужно осознать, но такое ощущение, что у вас на одной величине, да, я не знаю, допустим, я хочу сладкое, я хочу одежду, и я хочу дом, и хочу машину, да, вот, то есть, ну, я же хочу, значит, это желание, и вот как будто бы не осознаете, что на достижение каждого желания, да, нужно свое время, нужно, там, я знаю, определенные свои ресурсы, определенное, что должно как-то сложиться в вашей жизни такие обстоятельства, чтобы вы это получили. Вот как будто бы в вашей голове этого понимания нет. И вот восьмерка мечей, она говорит про какие-то убеждения, которые вам не дают осознать именно способ достижения ваших желаний, то есть как их нужно достигать, что вам мешает в этом. И повешенный рекомендует посмотреть под другим углом, спрашиваю, под каким другим углом? Аркан лабиринта, да, выпадает, аркан луны. Под каким углом? Увидеть, что на самом деле вы вот блуждаете, да, в лабиринте своего сознания, в каких-то иллюзиях. С чем связаны ваши иллюзии? Именно иллюзии по тузу жезлов связаны с вашими амбициями и аркан Ярофанта. О том, что вот, то, что я говорила ранее, у вас есть какое-то свое видение того, как, я не знаю, можно достигать желания, того, как реализуется, того, как материализуются какие-то вещи в вашей жизни. И вам кажется, что вы нашли вот эту вот истину, вы понимаете, как надо. Но на самом деле вот эти вот ваши убеждения, они ошибочные. Здесь надо, какие вот здесь вот убеждения вас ограничить? Здесь просто убеждения надо немножко расшатать, то есть пересмотреть, так ли это. Как будто бы вот эти убеждения, они дают вам установки. И установки того, что вы хотите, идут в противовес тем убеждениям, которые у вас есть. Ну, условно говоря, вы хотите денег, да, а убеждения, возможно, вам говорят, что деньги – это грязь, деньги несут за собой какие-то... Правду говорят. Ой, здорово, благодарю. Несут за собой пыль, да? Несут с собой какую-то грязь, а я не хочу себя чувствовать грязной, поэтому я буду отказываться. И здесь вот идет вот это вот разногласие королевы мечей на дне. Это нужно изменить. Вот именно убеждения, они не дают вам получить то, что вы хотите. Потому что на самом деле по аркану дьявола, да, который управляет материальным миром, вы в принципе... У вас очень хороший задел, у вас очень хороший потенциал, тем более на финансовую сторону вопроса, либо на выгоду. Вы можете достигать, что хотите, с помощью других людей, да, то есть используя, заводя правильные связи, используя помощь других людей. Ну, что здесь есть за убеждения? Что здесь за убеждения, король педакли? Убеждения по поводу ваших денег, по поводу финансов, по поводу стабильности, достатка и комфорта и уюта. И аркан башни говорит о том, что как раз-таки здесь вот эти вот установки, причем аркан башни тоже говорит о разрушении, именно установок о нашей голове, пересмотр их, для того, чтобы двинуться дальше, да, по рыцарю кубков. Ну, что же здесь нужно разрушить? Разрушить, как будто бы нужно восьмерка педакли и аркан смерти, то, как вы зарабатываете деньги. Либо убеждения, связанные с тем, как деньги приходят к людям. А во что вы тут верите? Король жезлов, восьмерка жезлов перевернутая и ту спиндакли, что вот как будто бы, знаете, шансы идут очень медленно. Здесь вопрос времени, да, тоже вот опять-таки про медленность говорится. Что вот слишком медленно, либо редко к вам приходят какие-то возможности. Как вы зарабатываете деньги? Я не могу понять. Девятка жезлов. Так, как вы... Так, как зарабатывали, возможно, ваши родители, да, то есть так, как вы научились в прошлом. Королева кубков говорит о том, что через какой-то стресс, через какое-то волнение, вот эти вот эмоциональные переживания, это одно из убеждений восьмерки мечей. А их как минимум восемь, которые вам нужно пересмотреть. Здесь вот нужно способ зарабатывания денег пересмотреть. Такое ощущение, что вот деньги идут как-то вот трудно, да, что нужно очень много работать, либо большие деньги трудом не заработаешь. Причем большие деньги приходят намного быстрее всегда, чем маленькие. Вот маленькие, они действительно зарабатываются трудом, а большие деньги нет, они приходят, они именно приходят. Их легче и проще зарабатывать. А вот вы, такое ощущение, что вы не притягиваете деньги, а вы их зарабатываете трудом, трудом, большим трудом. Вот здесь об этом речь идет. Шестерка. Шестерка жезлов, шестерка педаклей и десятка жезлов. Вот вам трудно, вообще вам трудно как-то взаимодействовать с людьми, просить о помощи. Здесь вот этот вот баланс принятия и отдачи, он не выстроен. Здесь как будто вы знаете, я спрашиваю, что вы делаете, больше отдаете, либо больше принимаете. Вот вы как будто бы отдаете, но отдаете наскоками. Вот что-то дали, потом долгое время нет, потом опять же. А с принятием у вас нормально, двойка кубков, да, говорит о том, что вы принимаете, но принимаете вот как-то по-своему, чтобы это был равнозначный какой-то обмен. Здесь с отдачей, допустим, я бы сказала, что присутствует какая-то еще одно убеждение, да, по поводу того, что вы отдаете. Хорошо, не будем больше копаться. Тема другого расклада. Но все же, что вам хочет сказать ваше бессознательное? Шестерка кубков. Десятка пендаклей. Девятка кубков. Хочу сказать, что вот большие деньги, да, по десятке пендаклей, они приходят на удовольствие. Вот это вот вам нужно осознать. То есть большие деньги, они приходят всегда, именно большие деньги, они приходят всегда на удовольствие. Они всегда приходят на какой-то, знаете, на кайф от жизни, что ли, на радость, на наполненность. Вам нужно найти, выпала императрица и аркан умеренности. Вам нужно найти вот этот вот, нащупать вот этот вот баланс, то, что вы даете. Вот если, как бы так сказать, деньги будут приходить тогда, когда вы даете какую-то ценность этому миру, тогда он вас будет благодарить также деньгами. Ну вот помимо ограничивающих уже убеждений, которые у вас есть, да, вам нужно понять, какую ценность вы даете. То есть найти вот это вот внутреннее какое-то успокоение по аркану умеренности. Потому что выпадает и дьявол, выпадает императрица, десятка педаглей. Вам выпадают деньги, то есть они у вас есть. Но если они к вам не приходят, значит есть какой-то блок. Причем здесь блок не один, а здесь несколько блоков разных убеждений. Как минимум, вам нужно, во-первых, научиться ценить себя. Девятка кубков, да, наполняться эмоцией. Понять, что вам деньги приходят именно на удовольствие, на наслаждение, на какую-то легкость. То есть это один момент. Второй момент, вам нужно понять, какую ценность вы даете людям. Я не имею в виду в качестве услуг, а именно нужно понаблюдать внутри себя, на какие качества к вам приходят деньги. То есть понаблюдайте в те моменты, когда вы получали деньги, что вы до этого делали. То есть, возможно, какие-то действия совершали, возможно, аккумулировали, были в каком-то состоянии. Возможно, делились, я не знаю, добротой с человеком, да, то есть отнеслись к человеку как-то по-доброму, да, открыто. Захотели ему помочь безвозмездно. Я не знаю, где-то что-то подсказать, где-то одобрить, где-то поддержать, где-то подарить надежду. Вот как-то включились человек, а есть у вас какие-то вот эти вот качества, да, какие-то ваши внутренние ценности, не внешние, а вот именно ваши внутренние ценности, я не имею в виду материальные. Внутренние ценности, качество вашего характера. Вы наблюдаете за собой, и вы увидите, на какие качества к вам приходят деньги. Когда вы это поймете, вот пересмотр по аркану повешенному, что, говорит, вам нужно по-другому посмотреть на материальный мир. Дьявол смеется здесь над вами, он дает вам искушения немножко другие, то есть он вроде бы вас зажигает эти желания, а с другой стороны появляются вот эти вот обманчивые иллюзорные понятия, что нет, ты это получить не можешь. Вы можете это получить, если поймете, на какую ценность вы притягиваете деньги. То есть здесь вам нужно рассмотреть с точки зрения, скорее всего, духовного подхода, а потом уже более материального. Духовно, когда я говорю, я имею в виду аркан умеренности. Сбалансировать. Найдите, какую пользу вы несете внутри, да, то есть когда вы находитесь в каком-то состоянии, когда вы транслируете что-то этому миру, этот мир хочет, чтобы вы все больше и больше это транслировали, и он вас поощряет именно вот за эти ценности, вот вам нужно найти это. Если я не ошибаюсь, в апреле месяце, да, по-моему, у меня будет такой расклад, я его запланировала, который будет называться, какую ценность вы несете этому миру, либо за какую ценность, что-то с ценностью связано. За какую ценность вы... На какую ценность приходят ко мне деньги, вот. Так он и называется, да. Какую ценность вам нужно давать, на какую ценность вам приходят деньги, вы поймете. То есть здесь вопрос на самом деле вообще не в работе, я не говорю, чтобы вы сидели и бездельничали, а вам деньги, потому что здесь вопрос больших денег, они не будут к вам приходить от вашего труда. То есть это не значит, что если вы будете там работать на наемной работе 8 часов в день, да, вы будете получать те деньги, которые вы хотите здесь, по-другому деньги к вам могут приходить. Причем это не обязательно от работы, это могут быть какие-то пособия, это могут быть подарки, это могут быть какой-то возможность на дополнительный какой-то источник, да, на пассивный какой-то доход. То есть здесь деньги могут приходить из разных источников. Кстати, у вас есть ограничения на то, откуда к вам должны приходить деньги. Здесь такой тоже момент есть. Вот, вот такой вот у меня был сегодня расклад третьей позиции. Да, интересный. Не знаю, мне показался сегодня интересный расклад. Если не слушали вступление, да, послушайте про осознанность. Вот, а я благодарю всех за внимание, благодарю вас за лайки, комментарии, за то, что вы рекомендуете мои расклады другим людям, чтобы было движение, да, некое движение на канале, это тоже меня радует. Вот, на этом с вами попрощаюсь до пятницы. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.